Танюш, у тебя сегодня буквально час-полтора назад на твоем канале Белорусско топит вышло видео, видео, где ты затронула Игоря Тура и там и блогеру, что блогера у нас как бы нету. Хочу, друзья, прямо сейчас это видео для вас показать, оно в принципе там небольшое, что сказал Игорь Тур и как Татьяна Сидорович отреагировала на это высказывание. Ну, а потом все вместе с вами, вы, конечно, это сделаете в чате, ну а мы с Татьяной обсудим, что и как вообще это было. Итак, друзья, внимание на экран, Тань, как видео закончится, я тебе дам знать. А вам, Игорь, когда очередь подойдет на интервью с президентом и планируется ли интервью с белорусскими блогерами президента? Не знаю, насколько мне известно, прорабатывается встреча, об этом, в общем-то, и публично говорилось, встреча белорусского президента с белорусскими журналистами. Я, честно говоря, не очень знаю, будут ли там и белорусские блогеры, и я в целом не очень хорошо понимаю, кого можно отнести к категории блогеров. Спасибо. Я тебе назвал блогером, ну, да, я понимаю, что ты предпочитаешь называть себя патриотом, но ты постишь что-то куда-то, и это так или иначе называется блогерство. Так, ну вот, в принципе, я показал, Тань, ты снова в эфире для наших гостей, для наших зрителей показал. Тань, что это такое вообще было? Игорь Тур – это профессиональный журналист, пропагандист, телеведущий, политобозреватель, и блогерская деятельность у нас в Республике Беларусь существует уже не один день, интернет уже у нас не один день, а Игорь Тур не знает, кто такие у нас блогеры, или что, я вот что-то не совсем могу понять. Скажи, пожалуйста, свое мнение. Ну, скажем так, мне сложно сказать, в первую очередь, с какими критериями, либо вообще чем пользовался Игорь Тур, конечно же, истинных его предпосылок, либо целей, для чего он делает такой вброс, потому что мы понимаем, даже на примере, допустим, взятого же Моргенштерна и Ксения Собчак, когда спросили про 9 мая, то есть там уже даже неважно было уже потом, что он приносил извинения, да, главное то, что уже сделан вброс. И мы видим по такому же, скажем, политтехнологическим таким инструментам, тоже было сделано вброс о том, что вообще кто такие белорусские блогеры, что я вообще не понимаю, о ком, о чем идет речь, хотя на самом деле блогеры, как правильно ты заметила, они существовали уже, в принципе, не только до 2020 года, оно, в принципе, было, скажем, проявляло себя в различных таких, не сценариях, а явлениях, это, пожалуйста, либо общественно-политический блогинг, либо какой-то развлекательный контент, либо путешествие, то есть на самом деле очень много его проявлений. В основном мы понимаем под блогерством, это человек, который ведет какой-то свой блог, пишет посты, либо делает какие-то интервью, пожалуйста, либо там вообще любая тема, и есть монетизация. В текущих белорусских реалиях мы увидели, что у нас развивается так называемое общественно-политическое блогерство, либо может кто-то себя просто называет медиа-активистом, то есть это те люди, которые на регулярной основе каждый день создают какой-то контент, либо фото-видео в формате, и наполняют своим же контентом, либо делают репостинг других каких-то медиа-активистов, ну и тем самым наполняют наши группы, пожалуйста, это от одноклассников до контакта, Facebook, то есть на самом деле это такое довольно-таки новое явление вот у нас именно в нашей медиа-сфере. По всякому случаю, я поняла, что это немножечко такой был шаг, как подвинуть, скажем, с медиа-поляны своих в неком роде конкурентов, потому что прошло внимание, что Игорь Тур является профессиональным журналистом на канале ОНТ, и за это получают все-таки денежку. А у нас все-таки точно так же, как и я, и другие активисты, это все делаем бесплатно, и в принципе я вижу, что наши материалы с каждым днем также усовершенствуются и по качеству производимого контента, и по регулярности. Дальше по отношению ко мне можно увидеть, сколько постов я делаю в своем Телеграм-канале. К сожалению, пока видео это не совсем мой конек, но по мере возможности, актуальности повестки, интереса для меня, я также выпускаю и видеоматериалы. Хочу сказать, что даже в последнее время у меня тематика такая сместилась немножечко с политического где-то, больше к общественной тематике. Да, я заметил, заметил, да. Да, это кино, это кино, выставки, искусство, поэтому тут уже можно отследить и обращение, также ко мне подтягиваются другие активисты, либо я подтягиваю чью-то повестку, потому что все-таки мы делаем одно общее дело, мы сами родим за нашу страну, за наши ценности в первую очередь. И хочу сказать, что сейчас идет такая, скажем, борьба за здравый смысл, потому что действительно сейчас идет борьба тех же традиционалистов против всевозможных девиантов, и в Беларуси уже и сейчас назрела эта проблема. Хочу сказать, что, к сожалению, они не хотят умышленно говорить, то есть обходят стороной, но, тем не менее, с их поставки мы затрагиваем эту тему, будь то это какой-то фильм, выставка, либо даже спектакль. Таня, смотри, вот ты говоришь конкуренты, а почему конкуренты? Я лично не считаю, что средства массовой информации, официально наши государственные, являются какими-то конкурентами. Что такое, как работает журналист? Журналист работает по, скажем так, по тому направлению, которому предоставил ему главный редактор. Мы с тобой работаем, даже если раньше и ты был председателем союза блогеров, которые не зарегистрировали, к сожалению, да, но речь не об этом. Мы работали сами так, как кто хочет. Поэтому я с тобой здесь не соглашусь по поводу какой-то конкуренции, да и опять же, журналист получает зарплату, а блогер не получает зарплату. Если бы здесь касалось вопроса, что у меня там кто-то кусок хлеба хочет отобрать, тогда можно говорить о конкуренции. Хотя, если взять некоторых наших блогеров, особенно, которые не из Беларуси, то здесь, в принципе, в этом тогда ты можешь даже к чему-то и права, как бы. Так вот получается по поводу конкуренции. А так конкуренции никакой, но мне как бы все-таки вот интересно, почему. Ну, есть, ладно, не будем там о нас с тобой говорить, но есть у нас голиков, есть у воров, да, люди, у которых подписчиков больше, чем на канале у Игоря Тура. И, Игорь, вот, ну, я не понимаю, почему он не знает, что такое блогер. Для меня блогер – это человек, который постоянно ведет свою, скажем так, медийную деятельность, да, ну, там, какой бы ни было платформе, там, YouTube, там, Instagram, Telegram, ну, там, где он постоянно создает какой-то контент. Независимо от того, что у тебя там 400 с хвостиком подписчиков, я вижу, что ты даже в отличие от меня это делаешь регулярно. Я последнее время ничего не делаю, во-первых, потому что я сказал, что о политике видео я снимать не буду, но не тут-то было, почему не тут-то было, потому что, ну, скажем так, тот контент, откуда я его собираю, не всегда найдешь какой-то развлекательный, скажем так, характер. Да и скучно как-то просто-напросто, поэтому как-то для меня все сложно. Здесь вот... Hello. Hello.